Виновники, из-за которых на прошлой неделе без света остались почти 70 тысяч человек, в Вилюйской группе районов найдены. Направленная на место происшествия следственная оперативная группа подтвердила, что повреждение линии электропередач произошло в результате стрельбы из огнестрельного оружия. В ходе разыскных мероприятий было опрошено свыше 40 человек. С места преступления были изъяты гильзы 12-го калибра, гладкосвольного ружья, которые по результатам баллистической экспертизы вывели на двух подозреваемых уроженцев Нюрбинского и Хангаласского Улусов. В ходе предварительного следствия стало известно, что 4 октября указанные лица находились на охоте в лесном массиве близи ручья Батама. Как водится, мужской компании не обошлось без распития горячительных напитков. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленники, увидев опору ЛЭП, устроили стрельбу по опорам ЛЭП, точнее по изоляторам на опорах электропередач. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, максимальное наказание по данной статье – лишение свободы до трех лет.